Всем привет, наши дорогие зрители, подпишись канала, вы на канале мореплавателя Славяна. Погнали! В предыдущем видеоролике, ребятки, мы посетили настолько крутой музей, обязательно посмотрите этот выпуск. А еще мы затестили местный МакДак. А в этом выпуске вас ждет невероятные эмоции, не только наш, но еще и детей. Ведь такого вы не видели, наверное, нигде. Ставьте лайкосики и погнали! Мы сейчас двигаемся в наш любимый-любимый магазин, который называется Декатлон. Для тех людей, кто любит вот так вот путешествовать ванлафом с палаточкой. Я знаю, как вы его любите, и как многим его теперь, к сожалению, не хватает. У нас есть такая возможность покупать продукцию Декатлона, так как мы часто бываем за рубежом. Поэтому очень хочется сейчас то, что дойти и вообще посмотреть, как Декатлон выглядит здесь, какие тут цены и вообще какой ассортимент. Так что я беру вас с собой и будем вместе там все смотреть и изучать. Еще там хотим прицениться, очки детям купить, чтобы в бассейне плавать. Кстати, ребятки, вот эти футболочки, это наш авторский мерч. У нас есть еще в футболочке чин-чин, черный-белый цвет, соответственно, белый или черный принт. Есть кружечки, термокружки такие же. И есть кружки металлические. В посылочке заходите, приобретайте, тем самым нас тоже поддержите. Может быть, кому-то эта информация будет очень нужна. Вон там море. Терминал 21. Здесь огромный магазин Lotus. Ну такой продуктовый, когда как типа на Шишан. И здесь же вот Декатлон, то есть такой торговый типа центра. Вот, в принципе, мы и дошли. Нам на Lotus все равно и хотим мы в Декатлон. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, пойдемте переходить дорогу. Мои любители путешествовать дикарьком. Погнали, посмотрим, что из себя здесь представляет Декатлон. Хупа. Мы уже здесь. Получается, это не просто продуктовый магазин и Декатлон. Здесь вот куча магазинов, в том числе и различная техника. А мы вообще ищем лифт, как бы нам подняться на второй этаж. Потому что Декатлон вроде как там. Всякие разные островки с различной одеждой, косметика, техники, ботинки. Всегда, когда я вижу Декатлон, у меня сразу такая улыбка. Добро пожаловать. Смотрите, здесь даже палатки продают. Продают, что, кстати, неплохо. Да, мы тут уже вплотную думаем взять тачку и отправиться дикарем по Таиланду. Прикиньте. Так, ну ладно, давайте изучать цены. Нет, это хороший. Вот здесь как раз резиновый нос. Это маска, это хороший, наоборот. Вот, можно продуваться. Продуваться, чтобы можно было, да? Да. Так. Кстати, слушай, 180 бат. Маска, кстати, смотрите, стоит 1300. Для сёрфинга, футболка. Футболка для сёрфинга. Всего лишь 180 бат. Что? Нам нужно купить плавочные очки. Я знаю. Пойдёмте. Вот. Смотрите, с шортиками тебе. Вот они, как настоящие. Профессиональные красивые шортики. Нормальные шорты для купалки. Вот кепочки, пожалуйста. Детские, кстати. Нормальные, красивые, стильные детские. Нет, это очень в этот длинный. Я люблю купаться в коротких. Такие-такие, прикольные. И кепки есть, кстати. Двигаемся дальше. Кстати, прямо на входе находится этот морской водный отдел. Что нам, собственно, и нужно. Вон всякие жилетики. Это что-то непонятное. А, это, кстати, для тренировок. Грузики ставишь, и ребёнок там проплывает. Вот эти доски. О, ну так они вообще классные. Конечно, фирменные. Настоящие. Всё как надо. Явно не поломаются с первого раза. Стоит, кстати, вообще недорого. 550 бат всего лишь. На минуточку, да? Я вот гибу взяла. А, это сумки для воды. Чехлы. А, это именно только ремешок. Это не сам чехол. Чехол вот 250 стоит для телефона. Ремешок ещё 250. Вот сумки. Когда там каяк берёшь и поплыл. Ой, теннисные ракетки. Классные играть. 1100. Это отдел, это чехол. Так, очков что-то нет. Пойдёмте искать. А вот то, что нужно. Это вот коралки. Такие, которые прям продаются на берегу, да, прозрачь? Вот хорошие, классные коралки. 350. Так, идём дальше. Вот они маски уже. А, это просто трубка 450. Видим, насколько классная? То есть она к голове ещё пристёгивается резинкой. А вот они очки. Вот, собственно, то, что нам нужно. Нужно. Сколько это стоит? 500 бат. Ну, 650, 500. Я точно знаю, что нужно их определять по резинке. Чем мягче она, тоньше, тем лучше. Значит, вода не будет попадать в глаза. Можно ещё, конечно, такие даже маски взять. Так, ладно, сейчас будем смотреть, что нам действительно получше. Вот, 250 вообще. Слушайте, ну, в принципе, так-то недорого что-то. Даже тысячи рублей на наши деньги нет. А вот эти вот уже как бы получше получается. 650 бат. Вот такие ещё и от солнца. Ну, кстати, недорого, 350. Ну, давайте я вам покажу сапы. Здесь, кстати, они вообще широченные. 9 тысяч стоят. Какие тренирования здесь проводят даже тоже. Да. Есть каяки. Это что, 18 тысяч бат на 3 человека? Ну, плюс-минус для нашей семьи. А здесь эти костюмы. Гидра. Я обожаю дикатлон. Так, ладно, мы сейчас с очками разберёмся. Пойдёмте, пройдёмся по отделу, собственно, который мы любим по всяким креслам, матрасам. Посмотрим. Вот, палатка, например. 1200, 1600. Во, прям с матрасиком. Прыгнул туда. Кстати, вот тут эти самые надувающиеся матрасы. Причём это достаточно... Сколько они? Сантиметров, наверное? Не знаю, сколько. 6-7. Слушайте, и очень мягкие, прям прикольные. И они не вот эти, которые у тебя лопнут сразу. Вон цены ещё на палатки. Так, здесь есть ещё большие палатки. Колышки. Вот, слушай. Значит, здесь это всё развито. Раз это у них продаётся, значит, раз. Значит, точно стоит подумать про Ван Лав. Так, это у нас 400 на 300, типа, под палатку. Под стилка 500 бат стоит. Вот здоровые палатки. Это даже не палатка, это получается шатёр. Вот, 6500 бат. Вот это вещь. Ну, если грубо, прям на 3 можно умножать, но лучше на 2,5 все цены, если в рубли переводить. Супер, супер, супер. А, это вот как у нас палатка. 2 секунды раскладывается, которая подбрасывается возле и раскладывается. Вот стулья, как у нас. Здесь они 600 бат стоят. Мы покупали в Турции по 320 бат, по-моему. Ты что, не помню? Мне кажется, тоже больше 1000 стоила. Не, не, 300 с копейками они стоили. Смотрите, вот велики, например. Смотрите, какой классный. 3900 стоит. Не знаю, как бы классный ли он. Пишите, я в великах особо не разбираюсь. А, ну как, здесь не дисковые тормоза. Здесь вот такие, поэтому, наверное, и цена подешевле, чем уже более современная тормозная система. Но в любом случае, что, мне кажется, детворе так вообще нормально. Вот шлема, беговелы, маленькие велики. Штанги всякие продаются. А еще очень важное, вот в декатлоне, это то, что можно пробовать абсолютно все. Вот любые ролики берешь и катаешься, любой скейт берешь и катаешься. Здесь даже, видите, по-русски написано пробный продукт. Пам, вот этот скейт вообще мне рад. Да. Вот, посмотри. Давай. Не упади только. А мне вообще, я вообще катаюсь всегда на таком скейт, ну, в скейт-парках, да? А вот если городской, то можно взять вот такой, я правда не помню, как он называется. Такое высокое. Какая высокая у него подвеска. Но смысл в том, что на него просто запрыгиваешь, смотрите, и вот так вот делаешь ногами, и все, и разгоняешься, и можно проехать. Вот я весь магазин уже катаюсь, и ни разу не отталкиваюсь ногой. Своё не взяли, поэтому катаемся вот так, по магазину. А Мирошка взрослый велосипед. Двиговел не зашёл ему. Но правда он до педали ещё еле дотягивается, ещё маловато. Мирош, ещё чуть-чуть, годика в три, будешь кататься. А вот двиговел, думали ему попробовать, думали, может купить. Ну, что-то он сказал нет. Да, Мироша? Какие же у меня крутые дети. Мирошка выбрал мячик, детям выбрали очки, а Роди говорит, вот такой сегодня день нам классно сделали, я хочу теперь для вас тоже сделать. И говорит, я ему сам мячик куплю. Ну так вот. С ими деньгами сам распоряжается. Блин, ребята, реально, вот походу в следующий раз мы поедем в Таиланд на машине, и вот так вот будем путешествовать по Таиланду. Эх. Ну, наконец-то, добро пожаловать на набережную Паттайи, ребятки. Мы здесь не проездом никак, а именно пешком сейчас по возможности максимально прогуляемся. Она, собственно, отсюда и начинается. Вся эта длиннющая. Сегодня здесь, видимо, какой-то концерт будет. Видите, все готовится. Вот так вот подвозят колонки, ну, всю музыкальную технику в специальных этих боксах на тракторе туда. И вот она вся бухта Паттайская. Смотрите, как это все смотрится. Там уже начинаются палатки. Вон там вот терминал 21, Декатлон, собственно, где мы гуляли и все показывали. Это Родик сел, отдыхает в тенечке. А еще сегодня у нас очень мощное событие. Ведь Мирошка нагулялся, набегался, поел, купили ему мячики и так далее, и так далее. Сам, прикиньте, сел в коляску, сам накрылся вот этой вот накидкой и уснул. Такого, ребята, у нас еще не было никогда. Так что, навалите-ка лайкосиков для Мирошки. Я помню, в первом выпуске мы купались, значит, на нашем пляже. Это как бы тоже Паттайя, но опять-таки, это уже, можно сказать, почти Джамтиен. Хотя у нас комплекс как раз называется Джамтиен. Но не суть. Вроде как мы относимся к району, который называется Протомнак. Но, что я хочу сказать по купанию, вот, по-моему, вот здесь вот как раз купаться нежелательно. Вы сейчас сами наверняка уже обратили внимание, а если не успели обратить внимание, я покажу, сколько там стоит котиров, лодок. Смотрится это очень красиво, но вода сто процентов загажена. Но в любом случае люди все равно здесь купаются. Вот, я вам сейчас покажу. Здесь также стоят лежаки, также стоят зонтики. Единственное, что мне не нравится, вот эта концепция, где прям зонтик-зонтик, у лежак-калежаку. Никакой интимности, как говорится. Весь город как на ладони, и вот, посмотрите, какое огромное скопление просто невероятное. Кораблей, катеров, лодок. Смотрится безумно, конечно, красиво, но я бы купаться не стал. Ты бы стала здесь купаться? Нет. Почему? А что? Где настолько бывали? А что ты, смотри, хоп, нырнула, глаза открыла, выныриваешь, глаза у тебя вместо белого зеленые. Солярой наполнились. Мне вообще купаться на таких пляжах, это еще то удовольствие. Мы наконец-то подошли к вот этому ресторанчику, он же маяк. Посмотрите, как это красиво смотрится. Это получается такой даже отель, видите, типа палубы. Здесь огромная концентрация различных ресторанов, кафешек, всяких массажей. Это вот прям вот, ну вот идем по набережной, получается, через дорогу. Хочу обратить еще внимание на чистоту, как здесь чисто, вот прям вот, ну, не знаю. Найдите хоть одну бумажку найдите, кроме шишки, которую пинает Артемка. Это шишка, это не считается. Вот даже вот в проулочке смотришь, вообще идеальная чистота. Вот молочки. Здесь вообще вот сколько мы идем, вот эти все лежаки, здесь продается по сути только кокосы, зеленые и вода. Еще где-то вот эти свернутые лежаки и получается все. Все остальное надо получать именно через дорогу. Перешел и все купил. Не выдержали мы эту жару, поэтому купили по айс кофе давайте за отличный денек. А детворе новое мороженое с попкорном. Как, Тема? Ну, как бы это просто желтое мороженое. Нет, там есть попкорн внутри. Будет-будет. Насколько же эта набережная длиннющая. Как же здесь комфортно гулять. И дорога не шумная, она, да, не двусторонняя, она односторонняя. Прям вот потрясающе. Трафик минимальный, широкий пляж, вечное лето, над головами вот так вот пальмочки. Потрясающе. Вот эти небоскребы. Я не знаю, кто там что про Паттайю говорит, но Паттайя очень классный город, в котором хочется пожить какое-то время. Не зря же мы здесь все-таки сняли жилье на месяц. Сегодня идем, и я на сегодня говорю, как бы здесь еще бы не остаться. Ну, сами посмотрите, как здесь атмосферно. потихоньку, помаленьку, дело уже к вечеру, бары начинают заполняться людьми, и уже на улице, которая называется Волкинг-стрит, начнется движуха, разврат и прочая тусовка. И вот мы сегодня хотим на нее попасть, вот уже вот буквально там минут через 30, я думаю, там все начнется как раз пока дойдем по набережной, погуляем и пойдем смотреть по тайски разврат. Дети просто очень хотят посмотреть на это все. Нет, это бассейн. Бассейн или девчонки? Бассейн. Девчонки в бассейне? Бассейн. Вот с этого места атмосфера пляжа вообще просто зашкаливает. Такая огромная концентрация котиров, смотрится вообще великолепно. по крайней мере, мы такого вообще нигде не видели, чтобы вот так вот густо было кораблей. Эх, набережная закончилась. Здесь большая реконструкция, что-то делают, возможно, будет вау, поэтому мы двигаемся вот просто вот так вот вдоль дороги, но нам вот до той улицы разврата осталось совсем чуть-чуть. Куда это мы попали? Ну и сегодня мы посмотрим, что такое Волкинг стрит, погнали. Ну, на самом деле, сейчас даже пяти часов нет, поэтому здесь так спокойненько, так хорошо. Обычная улица, просто вечером здесь начинают работать все наипрекрасные бары, гоу-гошки, гоу-музыки всякие и так далее, и так далее, и так далее. Но пока ничего криминального нету, все готовится только вот к вечеру, выставляются стеллажи, конечно, понятное дело, здесь огромная концентрация ночных клубов, стриптиз-клубов, вот, пожалуйста, все на картинках, здесь все уже и понятно, что здесь столько получается нету. Даже здесь увидел клуб для так называемых мужичков, вот так вот, в каждом здании вообще клуб, просто в каждом здании, абсолютно. Ну, пока все нормально, да нет, даже если, когда здесь открыто, здесь просто приятная атмосфера, я не знаю, как ты уже говорил, вот у нас в Витязево тоже такая улица, есть там то, что в Анапе, там в тусинях девчонки стоят танцуют, на этих на шестах прямо на улице, тем самым, зазывая в клуб людей. В этом ничего такого нету, люди приехали отдыхать, спускать деньги и, как говорится, все для них. О, вот это что-то на детском, видите, карамельки всякие висят, конфетки, сюпики, вот дальше клубешники, клубешник, вот, пожалуйста, гоу-гоу, Galaxy Showgirl, Russia Girl, вот так вот. но это, не, не надо, это днем, вот так. Вон, сколько шестов, на каждый столик свой шест, там он, девчонки, намывает все, готовятся, готовятся, не, Настенка, надо детей припарковать и сходить сюда, ночь потусить. Ну как, просто погуляем, атмосферу посмотрим. О, как прям в Москве, XO Club, вот так вот. Russian Showgirl, нифига себе. Слушайте, это уже четвертый клуб, который я здесь вижу, гоу-гоу, называется Сипая, видимо, с русскими девчонками, но это не точно. Вот, пожалуйста, еще один гоу-гоу с подпенсиями, что там у нас внутри? А, ничего не видно. Нет, знаете, как это все выглядит? Тут получается, барная стойка, много-много шестов и сидушки. Как в автобусе, так же узко. В общем, друзья мои, если у вас есть дети, то вот эта развратная улица выглядит именно так. Нет, девчонки, даже не посмотреть. Просто, это самая культурная улица Паттайи, получается. У нас на нашей улице гораздо, раньше и гораздо чаще вы видите девчонок, да? А здесь даже девчонок нету. Куда я попал? Верните меня на мой район. И еще, если у вас тоже дети, максимум, что вы можете здесь купить себе на этой развратной улице, это кепку и пойти домой. Я желаю всем таких детей, как у меня. Родик взял, мне кепку купил. Понимаете? Потому что Тём потерял, папу отдал. Да, Тёмка потерял свою еще в Бангкоке, я ему отдал свою. Здравствуйте, спасибо, мой сытый. А Родик купил мне теперь кепку. Ну зато, смотри, как классно смотрится. Просто вываливаемся с этой развратнейшей просто улицы и попадаем в порт. Мы на острове. Да, откуда мы отправлялись? Молодец, сынок. Вот, пожалуйста, смотровая Паттайя, Паттайя-Сити. Италию опять познавить Паттайя. Да, правильно, правильно. Вот так вот, красота. Вот как раз с этого места, вот, пожалуйста, он порт, туда уходит пирс, откуда можно отправиться на остров Куан или Куан, как там его правильно, я даже не знаю. Подробный выпуск, как делали это мы, на каких пляжах купались, мы отсняли, поснимали. Обязательно гляньте этот выпуск, ребят, дел клевый. Ссылка прямая будет там, в описании к этому видеоролику. С этого места заказываем такси через приложение InDrive, да, уже показывал, 74 бада нам будет стоить. Вот, пожалуйста, уже кто-то, экспандер Mitsubishi, да, давайте выберем его. Поехали. Все, сейчас ему 800 метров до нас приедет. Нет, у него 54-16 будет номер. Ой, насколько же разве Тайчика, я даже думать не мог, что так разве. Классно. Очень классно. Кто ни разу не был, блин, обязательно приезжайте. И самое, что интересно, что здесь нет такой снурительной духоты, как, например, на той же Шри-Ланке. Вот мы гуляем, ветер прям прохладненький, он сдувает вообще эту жару, да, сынок? У нас Мирошка вон еще поспал, да, сынок? Расскажи, как ты сам все засыпал. И на этом замечательном месте с видом на смотровую Паттайи будем с вами прощаться, завершать данный видеоролик. Пишите свои комментарии, как вам самая развратная улица Паттайи. Жду вас в комментариях. До нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok